Так, не любишь ты светиться, гражданин железок? Почему? Настроения нету. Так, значит, у тебя в руках. Покажи корни. Не хочешь светиться, я буду светить. Ну и что, корни достаточно. Вот, теперь, значит, так. Вопрос, вот эта вот земля, сколько стоит? Сколько? Да, это дешево. Так, теперь, вот эта посадка, когда делали? Неделю назад. Так, ну я понял, так что сегодня у нас, неделю назад, это будем считать, ну где-то первого, второго, да? Нет, пару дней назад. А, пару дней. Ну, тогда, получается, числа 4-5 октября. Ну, учитывая, что задержалось лето, никак не наступит зима. Осень даже. Осень теплая. Нормально. Прижиться успеют. Так, господи, вот если смотреть, вот на тут, да? Что ты с ними делать будешь? Ведь столько привить невозможно, продать невозможно. У тебя все... Это немного, это расстанится. А, немного. Немного. Видишь, у тебя штучная продажа, ты не оптовик. Ну, давай тогда по-другому скажем. Придет весна, ты косточки садить не будешь. Будут. Я сочи не буду. Еще будешь косточки? Так. Итак, ну что я скажу? Жадность? Или хозяйственность? Да, дело в том, что у тебя никогда не погибают деревья зимой. Вот. Нет естественных отходов, чтобы, допустим, вырастил 2000, 1000 вздохло, как у других. Нет, это понятно. Это я буду садить на будущее, на следующий год. Бывает, не всходит. Я посажу, будет видно. То есть, всегда, ну, должен процесс быть непрерывен. Посадки, пересадки и всего прочего. Ну, ладно, назовем это не жадность, а назовем хозяйственность. Покажи, который в руке у тебя. Ну, понятно, отсюда сильная обрезка. Корни сильно нарушаются. У них в основном стержневой корень, вот и груш. А стержневой корень, это бедствие. Бывает, выкопаешь, а там ничего нет. Нет, они вот предыдущие вот рассаживались, и корни подрезались уже. Ну, давай вот этот раз глядим. Давай еще раз. Где центральный корень? Тут уже непонятно. Такое впечатление, что это, он не захотел не спойти. Может быть. А всем это будет связанным. Странно. Нормальный саженец. Это год или два? Похоже, похоже, два. Два, два, два. Они рассаживались, густо были посажены. Густо, и они вообще медленно растут. Куда делся центральный корень? Бывает. Бывает. Может быть, там плотная почва. Ну, бывает 50 на 50. Вопрос принципиальный, почему? Считается. Стержевой центральный корень, длинный, именно угрож. Даже какой абрикос. Вот, люди садят. Вот, весной рассаживали, подрезали. Это несчастное обрезали. Вот, немножко мочка пошла. Вот, вот. Вот, этот с центральным корнем. Да, вот. Тот был без центрального. Вот. И что получается? Есть регионы, где близко грунтовой воды. Может же, оказывается, груша расти. При желании. Ай, покажи, как ты сильно обрезал. Во. Во, 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 во. Вот это гарантия пересадки. Сильная обрезка. Это называется как? По железовым. По железовому. Вот сейчас Сергей Железов. Делает сильнейшую обрезку. Причем, чем хуже корни, тем сильнее обрезка. Все. Ну, тут не принципиально это на прививку идет. То есть, сколько обрезает. То есть, весной останется вот ровно вот столько. Это весной, но прижиться еще надо. Так, идем дальше. Пойду-ка я потрясу твоего помощника, Андрея. Ну, то есть, я запечатлял процесс подготовки к зиме в плане осенних пересадок. Для весенней прививки, правильно? Все, некогда мне с тобой ляс сточить. Так, Андрей. Попался, голубчик? Ага. Это тебе Сергей приготовил работу, правильно? Вот она. Понабрезал. Прикопал. На, Андрей, работай. Давай смотрим, что у тебя получается. Это у тебя здесь с этими самыми, с горшками? Да, с горшками. Вот они, горшочки. Вот они, горшочки. Значит, закапываем целиком, в том плане, чтобы не было проседания. Вот. Сейчас проверим. Плотно. Так. Поймать тебе не удалось на небрежности. Вот, горшки приготовлены. Это было, горшки там, где были продажи. Так. Так. Значит, в данном случае ты садишь манджурские абрикосы. Так. И получаем работу на весну. Следующий этап будет в конце марта, в начале апреля. В конце зимы будут делаться прививки. Вот эти самые. Посмотрели. Это и есть процесс. Ну, сами понимаете. Вот они, атолеточки. Это не были проданы. Вот. Впереди большая работа. Это... Еще не определились, да? Лист никак не падает. Еще не определились. Когда будет посадка. Не посадка, а уже пересылка в этих посылках осенних. Ставлю вас в известность. Обычно это первое число октября. Вот. Но листья в основном не сброшены. Вот. Листья не сброшены. Так. Показать еще. Вот здесь видите. Здесь был питомник. Все. Питомник выдавлен. Ну-ка. Яблочная от яблони недалеко падает. Ладно, мы это проходили. Вот так выглядит. Разные сорта яблонь. Вот. Южные эти вообще стараются не падать. Листья до самой зимы. Бывает зиму с листьями уходят. Вот. Вот здесь все. Питомник выдавлен. Отсюда выкопаны саженцы. Закопаны ямы. Все. Больше здесь садить нельзя. Здесь будет тень. Что еще вам показать. Последние персики на них уже хозяева имеются. И они уже проданы. Ждут посылочное время. Когда лист начнет падать. Тогда они будут пересланы, как правило, в более теплый регион. И там успеют порасти. Вот то, что у нас сейчас, видите, зелень. Это ненормально. Другие года в это время уже абрикосы голые. И не только абрикосы. Вон, видите, дерево. Знаете, что это за дерево, которое без листьев? Его не надо адаптироваться. Вот. Это черемуха. Уже весь лист упал. Вот раны листья падают у груш. Сейчас я вам покажу. Вот. Что дикие усурийские груши. Они больше всего адаптированы здесь. Вот. Почему? Я когда-то брал, выращивал первые груши. Из плодов. А плоды были под сорокалетними грушами. Которые, не за памятные времена, попали в один из лесхозов сибирских. А тут и я подоспел со своим энтузиазмом. Хожу по садам, по сибирским, по нашим. Еще по тем. Еще, как бы сказать-то, тот период. Нахожу груши. Есть невозможно. Нахожу груши. Есть невозможно. Тогда я обиделся. И сказал себе, мне нужны подвои. Я привью сам. Вот. Вот видите. Вот. Кругом груши. Вот они начали сыпаться. Вот они. Видите, сколько листьев. Вот. А вот слива. И не думает. Ну, чуть-чуть листь падает. Но она высотом зеленая. Видите. Вот. Абрикосы. Вот. Где-то желтеет. А где-то зеленая. А это взял полностью уже. Лесопад прошел для дикой уссуристской груши. Вот. А дальше, как я говорил. Кстати, что здесь делает яблоко? Что делает? Лежит, никому не мешает. Так, ладно. Теперь. Итак. Вот это вот. Вот это вот. Самая ценная вещь в саду. Чтоб вы знали. Вот. Это то, что в вашем холодильнике. Если у вас в холодильник вычистить, вы улетите с голоду. То же самое и здесь. Не смейте трогать эти листья. Вот. Дураки не дураки. А люди, которым нужно было заработать, сделали книги. Чтобы создать книгу, нужно было много-много придумать вместо природы. Разных искусственных приемов, которые в саду, в лесу не нужны. То есть упал листья, будет переработан и снова окажется. Вот здесь же. Вот видите тут. Вот. Это абсолютно здоровое дерево. Дикое уссуристское груши. Просто у нее уже ее время вышло. Она наиболее адаптирована к Сибири. Значит, вовремя роняет лист до мороза. Все остальное в разной степени. Ну, помаленечку приучаем, приучаем. Вот. Вот манджурские дети манджурских абрикосов. Видите? Вот. Он же желтый. Начинает сыпаться. Это один из сыновей. Амур. Он еще зеленый. Почему? Более культурный. Менее адаптированный. Хотя уже, считайте, сибиряк. Вот. Очень долго ждет листопада. Допустим, 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 шелковица. Ну, уже почти адаптированно. Не вымерзает. Урожай уже не пропускает. На это вы не смотрите. Эти сады уже проданы. Вот. Принцип сибирской планировки. Именно деревьев. Принцип один. Не оставьте дерево в покое. Если оно приняло кустовидную форму, это святое. Это навсегда. Вот. Никаких дебильных искусственных штампов высотой до метра. Если получается штамп, вот он, или вот он, он сам получается. Дерево само решит. Более это дерево надежное. Вот. Вот такое вот, да. Оно растет, как его взбредет голову. Но сравните. Это сын манджурского абрикоса. Вот. Один из сыновей. Еще один из сыновей. Никто не формировал. Что есть, то есть. Это думал, что я штамп сам сделать двухметровый. Вот. Но чисто культурный это афаина. Вот. У него были подмерзания с поверхушек. И от таких случаев стимулируется рост нижних скелетных веток. И он принял такую форму. Это святое. Это спасло его в Сибири. Почему? У него три родителя у афаины. Да, прививка на дикий манджурский абрикос. Но этот тройной гибрид у него еще два родителя. Представляете? Роскошнейший академик Дальний Восток и роскошнейший королевский Франция. Разве может он расти вот в таком виде? Никогда. Ребята, никогда. Это свойство дикарей. Вот. Захочет будет со штабом, не захочет, не будет. Вот. Все культурные растения, у которых отмерзают верхушки, что делают? Правильно. Прижимаются к земле. Поняли? Прижимаются к земле. Поняли? еще показать. Вот. Нет у меня. Вот. Видите? Верхушки отмерзают, прижимаются к земле. Ну, а урожаи, ну, откуда у меня десятки банок с косточками вот такими вот роскошными. Ну, вы же догадались. Вот. Это было я тому, что дерево форму принимает само. Не суйтесь с секатором, тем более с пилой. Вот. Вот это я на этом хотел остановить очередную серию. Это просто познавательный фильм. Где-то повторяюсь, не обижайтесь. А вдруг какой-то новичок увидит и не станет калечить свой сад. Субтитры создавал DimaTorzok